Нестабильная политическая ситуация в соседней Украине не самым благоприятным образом сказывается на дипломатических отношениях с другими странами, в том числе и с Белоруссией. Беспорядки на улицах Киева привели к беспорядкам в экономических связях. В этом году внешний товароборот Украины с Брестским регионом снилился на 88%. Однако посол заверил руководству области, что эта ситуация временная. К чести нашего народа, я думаю, что несмотря на те, как ваш президент высказал, что Украина бурлит, несмотря на то, что Украина бурлит, мы все-таки продолжаем решать те вопросы главнейшие. Потому что экономика, экономика и еще раз экономика. Экономика это тот стержень, который удерживает страну. Сегодня Брещен ограничит и активно сотрудничает с тремя регионами Украины – Волынским, Житомирским и Ровенским. Представители бизнес-кругов этих областей на протяжении почти 20 лет развивают торговые отношения и обмениваются опытом с коллегами из нашего региона. Это касается промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других сфер жизнедеятельности двух партнеров. Сегодня наступило время выгодно вкладывать свои средства. Как подчеркнул глава области Константин Сумар, желание торговать есть, равно как и высокий инвестиционный потенциал. Мы осуществили много без договоров или проектов 15 таких инвестиционных договоров. Это немало, и тем более там различная гамма. Там есть металлопрокат. Вот я вижу, что господин Бережной как раз находится, который занимается этой темой. Там мы увеличиваем выращивание грибов. Два раза будет в этом году увеличено. Тем более уже этот проект начинает финишироваться. Серьезные строительные вот эти инвестиции, которые заканчивают расширение свой производства именно от делочных материалов строительства. Украинские коллеги готовы к сотрудничеству в строительстве, мебельной промышленности, а также металлургии. Однако особый интерес у Михаила Ежеля вызвала такая отрасль, как судостроение. Мы должны сегодня подключить больше логистику, больше подключить реку, больше заниматься судостроением. Потому что к чести Беларусь сохранила и судостроение, и судоремонтные предприятия, и сохранила практически весь речной флот. Поэтому мы надеемся, что в этом будет в вопросе очень большой сдвиг. Традиционный обмен подарками, как символ будущего плодотворного сотрудничества, стал заключительной частью двустороннего диалога. После официальной встречи украинская делегация посетила одно из главных апрельских бизнес-событий этого года – инвестиционный форум.